Еще один замечательный продукт, о котором бы очень хотелось рассказать, и который является моим любимым в линейке Доктор Хаушка, это вот такие вот ампулки. У Доктор Хаушка есть два вида ампул. Есть с буковкой S, будут sensitive для чувствительной кожи. Эти с буковкой N, Active Renewing Night Conditioner. Вот такая вот упаковочка. Она стоит около 18 евро, и она открывается. Это, кстати, новая. Я ее только купила. Вот она вот так вот выглядит. Здесь внутри вы видите инструкцию. И здесь 10 ампулок. 10 ампулок, 10 монодоз. Здесь есть инструкция, как правильно эту ампулу открывать, чтобы не пораниться. Я уже в течение какого-то времени подсела на эти ампулы. Они мне очень-очень нравятся. И как бы это ни было расточительно, я продолжаю покупать вновь и вновь следующую пачку, как только заканчивается моя предыдущая. Потому что я стала использовать вот эти ампулы Renewing Night Conditioner в качестве моего вечернего тонизирования кожи. После того, как я умылась, после того, как я очистила свою кожу и промокнула мое лицо полотенцем, я беру вот эту вот ампулку. Собственно, вот так это происходит. Вот так вот делаю пальчиком, как настоящая медсестра. Чтобы все это ценное содержимое ампулки из носика опустилось в нижнюю часть. Зажимаю два кусочка ампулки полотенцем, отламываю и наношу эту ампулку на свое лицо, шею и зону декольте. В принципе, мне вот одной ампулки как раз замечательно хватает на один раз. Внутри нежирная белая водичка, очень приятно пахнущая, которая балансирует вашу кожу, которая работает с ритмами вашей кожи, которая непосредственно в вечернее время вашу кожу настраивает на обновления, запускает все те процессы, которые должны теоретически запускаться в вашей коже, исходя из ее природных биоритмов и которые, к сожалению, не всегда запускаются в связи с тем, в каких условиях мы живем, в связи со стрессами, в связи с экологией, плохим питанием, неправильным временем сна и так далее, и так далее, и так далее. Эти ампулки меня спасают, помогают мне выглядеть свеже, помогают моей коже по ночам восстанавливаться, обновляться и приятно радовать меня. И теперь быстро пробегусь по остальным позициям доктора Хаушка. Позиция доктора Хаушка для глаз. Есть позиция доктора Хаушка для глаз, я пробовала пока два крема, один вот такой вот Daily Hydrating Eye Cream, он очень легкий, он очень приятный, по консистенции он очень похож на Moisturizing Day Cream. У него потрясающий состав, он очень мягкий, я его использую для увлажнения зоны вокруг глаз в дневное время, как правило в поездках, либо как правило в период лета, потому что он маленький, он удобный, его всегда возишь с собой, если в течение дня я вдруг умылась и мне хочется дополнительно нанести на зону вокруг глаз уход и увлажнение, я беру этот крем и наношу его. Да, он не является для меня основным уходом для зоны вокруг глаз, но в качестве третьей позиции, третьей или четвертой вспомогательной позиции, он мне очень и очень нравится, и как правило, когда он заканчивается, я иду и покупаю новый флакончик, новую тугу. Еще одна позиция доктора Хаушки за уходы вокруг глаз, это Eye Contour Day Balm. Это вот такая вот баночка, очень похожа на уход для губ. Кстати, что касается ухода для губ, у доктора Хаушки есть замечательные помады, или стико-гигиенические помады, стоят они около 80 евро, потрясающие, они мне очень-очень нравятся. Длительное время покупала постоянно, сейчас закончилась у меня последняя помада. Сестра мне подарила бальзам для губ Chanel, поэтому сейчас пользуюсь им. Как только закончится, опять вернусь к бальзаму для губ доктора Хаушки, который с удовольствием наношу утром и вечером в качестве основного ухода непосредственно за моими губами. Итак, возвращаюсь к Eye Contour Day Cream. Вы видите, я в принципе, вот у меня как была эта баночка куплена, так она у меня стоит. Использовала я его здесь тоже, собственно, достаточно хорошо видно один-два раза. Почему он стоит и почему я не продолжаю его использовать, потому что на нем написано, что это дневной крем. Но при этом в качестве дневного крема он для меня показался слишком жирный и слишком блестящий. То есть наносить косметику на него мне не очень удобно и либо его использовать в качестве дневного, жирного, питательного, очень активного, такого подпитывающего, восстанавливающего средства в дневное время, когда вы находитесь дома, либо действительно его надо переводить в вечерний уход и совмещать, допустим, с тем же маслом или с Moisturizing Day Cream, когда вы хотите вашу кожу подпитать и восстановить. Вот, кстати, хорошая идея, думаю, что так и буду делать. Так, еще позиции в Доктор Хаушке, которые интересны, это вот такой вот очищающий крем. В принципе, очищение в Доктор Хаушке для жирной кожи, оно необычно, потому что это не мыло, это не гели, и это даже не пенка, как мы обычно привыкли видеть, а это вот такая вот туба, практически паста, очень похожа на зубную пасту, которую вы откручиваете, и там такая вот странная какая-то субстанция, вот такая вот, достаточно жирненькая, маслянистая, с маленькими даже какими-то экспулирующими кусочками. Это крем, это крем очищающий, это крем даже немножечко отшелушивающий, он очень мягкий, жирненький, он наносится на руки, он распределяется по лицу, массируется, массируется, массируется. Непосредственно для жирной кожи я считаю, что как основное средство очищения этого крема все-таки недостаточно, мне хочется очистить мою кожу более сильным средством и менее масляным, он оставляет после себя небольшую жирную пленку, не сильно навязчивая, но все-таки она присутствует. Нравится ли мне это очищение? Нравится. Использую ли я его часто? Нет, не использую. Я использую данный крем в качестве своего составного очищающего средства только в том случае, если моя кожа достаточно сильно травмирована, если я провела очень сильную эксфолиацию, я вдруг обгорела на солнце, то есть если мою кожу надо очищать самым-самым мягким средством, которое только существует. Вот из всех мягких средств, наверное, вот это вот будет то, что действительно вашу кожу ни в коем случае не раздражит, мягко-мягко очистит, не нарушит липидный баланс, не вызовет каких-либо новых неприятных ощущений и не даст эффекта стянутости. Какие еще интересные позиции от доктора Хаушки у меня есть? У меня есть вот такой вот состав, вот такая бутылочка. Это специальная жидкость для распаривания вашего лица. Каким образом она используется? Перед тем, как делать домашнюю чистку вашего лица, вы распариваете ваше лицо, то есть вы берете некую емкость с горячей водой, с кипятком, добавляете туда буквально 2 чайных ложки вот этой вот концентрированной жидкости доктора Хаушки и дальше накрываете голову полотенцем и распариваете там в течение 5-10-15 минут ваше лицо до состояния очищенной лицой. Не забывайте, пожалуйста, перед всеми процедурами очищать лицо, потому что любая маска, любое распаривание, любое очищение, любая чистка должна делаться только на хорошо очищенной коже, иначе вы только спровоцируете большое количество воспалений, и вместо того, чтобы получить тот результат, который вам нужен, на именно чистой кожи, вы наоборот получите еще более активное воспаление. Так вот, вот этот вот состав, он на спиртовой основе, в нем какое-то потрясающее количество разнообразных вытяжек, масел и экстрактов. Что дает это средство? Это средство вкупе с горячей водой, оно раскрывает вашу кожу, раскрывает поры, начинает их очищать, способствует выведению всех загрязнений из вашей кожи. После того, как вы распарили лицо с помощью данного средства доктора Хаушко, вы легко можете либо наносить маску, либо делать в домашних условиях, но очень-очень аккуратно, по всем правилам, которые рекомендуют дерматологи, домашними чистыми. Последние две минутки про доктор Хаушко. Мне из линейки, помимо ухода за лицом, очень понравился Hydrating Hands Cream. Это крем для рук, он тоже стоит порядка 10 евро. Крем очень приятный по консистенции, очень приятный по запаху. У него очень хороший состав, и я его использую в качестве моего основного ухода за руками в ночное время, то есть перед сном, в дневное время я, как правило, использую другие крема, а в ночное время перед сном я наношу на кожу своих рук именно вот этот крем, возвращаясь к нему постоянно, и он мне очень-очень нравится. Что касается продуктов доктора Хаушко, у них, так же, как и в косметике Дермологика, есть малыши. Малыши эти не продаются в наборах, малыши эти продаются отдельно, стоят совсем недорого. У малыши есть вот такие крема и очищающие средства, это вот дневной крем в виде вот такой вот малышки. Вот такой вот малыш у нас очищающего тоника, здесь 10 мл в стекле, но в маленьком. И вот такой вот малыш у нас 5-миллилитровый, это масло, землячатое масло доктор Хаушко. Они продаются отдельно, каждый в своей маленькой еще упаковочке бумажной. Я их использую в качестве ухода за кожей, опять же, в поездках, в перелетах. Если я вдруг иду в спа, когда мне после того, как я принимаю душ, надо увлажнить и подпитать мою кожу после сауны. В косметике доктор Хаушко, так же, как и в других профессиональных линиях, конечно же, есть сэмплы, и вы их можете просить, и вам их будут с удовольствием давать, если они есть в наличии. Но так как сэмпл, то есть саше, он все-таки маленький, как правило, 2-3 мл, то вот таких вот подобных малышей вам, в принципе, хватит на срок в неделю-10 дней, когда вы, во-первых, поймете, правда, подходит вам продукт или нет. И плюс это действительно удобно, потому что однажды, купив вот по одному такому малышу, и имея большие полноразмерные средства, как только в малыше у вас заканчивается, здесь, допустим, у меня масло, а здесь заканчивается тоник, я беру полноразмерное средство и просто переливаю уже вот в эти вот маленькие бутылочки то, что мне нужно, и это действительно очень удобно в дорогах, в поездках, в перелетах, и это то, что меня регулярно выручает, то, чем я пользуюсь, 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 и с удовольствием рекомендую пользоваться этим вам. Продолжение следует...